всем привет друзья с вами я макс это канал шестеренка и в нашем сегодняшнем обзоре как многие просили это huawei m pen для huawei мэй 20x именно для этого телефона даже на коробке написано huawei m pen для мэй 20x к сожалению здесь все на китайском здесь вот можно проверить оригинал это или нет и здесь прям вообще сплошной китайский язык идет и так она поддерживает 4096 степени нажатия ну не знаю насколько это реально или нереально это единственное что я понял сейчас посмотрим сколько у нее батареи в принципе там особо никаких параметров больше не надо знать вот так вот выглядит вся комплектация то есть это полностью китайский китайские инструкции на котором ничего не написано самое что интересное а я бы сказал весь интернет и я не нашел ни единого ни единой инструкции где было бы написано как это драное перо подключать оказалось все очень и очень просто но под просто так вот на самом деле не найдешь и так идет в комплекте сейчас мы сразу посмотрим видите здесь написано huawei технологи тряляляляля майдан инчайна 5 вольт 110 миллиампер то есть батарейка идет на 110 миллиампер здесь идет штрих-код данной модели далее идет зарядка то есть это делается вот таким вот образом чпок вот так вот выглядит ваша ручка ваш стилус при зарядке а вот здесь вот если присмотреться вот прям вот здесь не знаю видно вам или нет вот вот эта точечка это диод то есть когда она заряжается он горит красным а вот я сейчас нажму смотреть на кнопку вот видите вот он это диод а если вы нажимаете один раз на кнопку он мигает один раз значит он заряжен по моему больше 20 процентов если по моему два или три раза значит он типа разряжен а вот эта штука никак не реагируется но я вам покажу зачем она нужна дальше дальше у нас идет кнопочка она одна единственная поэтому как бы вариантов тоже нет никаких и идет само перо которых здесь в комплекте как вы видите еще два а на самом деле информацию по поводу того отличаются они по жесткости или нет я не нашел выкручивается на вот таким вот образом да вы берете другое там или еще что-то смотрите знаков кто-то пишет что они отличаются типа по жесткости степень жесткость там степень нажатия я вот пробовал это это я не отличил ничем поэтому мне кажется что вот как она грубо говоря у вас испортилась вы делаете следующий все стерлась прикручивается она вот таким вот образом да видите все равно она немножко играет то есть если она у вас болтается это абсолютно нормально надеюсь вам видно экран все хорошо видно итак берем стилус он не работает то есть никак и так для тех кто ее первый раз достал распаковал я думаю будет это интересно потому что лично я вот прям сразу не мог понять какой включить на самом деле все просто как вы видите она не работает если я переверну вот этой штучкой то есть она будет работать как обычный стик да ну не очень конечно хорошо но она работает как палец я не знаю зачем это сделали но вот именно вот этой штукой можно вот так вот делать а далее чтобы ее включить вы заходите в настройки в настройках есть пункт называется управление в управлении есть пункт рукописный ввод видите папам появился стилус нарисован вместе с кнопочкой и так мы его включаем выходим все ручка у нас заработала да то есть все запускается все работает идеально то есть никаких проблем нет если я смотрите два раза тыкву на экран ничего не происходит нажимаю на кнопочку открывается нет подождите два раза делаю скриншот все правильно так если я нажимаю кнопочку и тыкву один раз на я попадаю в режим заметок да я здесь могу рисовать то есть ну на самом деле прикольная конечно штука ну допустим я вот нарисовал потом я могу зажать кнопку и сделать вот такую штуку оба и вырезать то что нарисовал да могу отрастянуть грубо говоря маленький такой фотошопчик так для разделения экрана допустим я захожу вот в youtube мне нужно зажать кнопку и начертить горизонтальную линию вот я перешел два экрана допустим я открыл youtube и хочу еще открыть я не знаю huawei видео да можно все аккуратно естественно все это подвинуть так сяк убрать это опять оставить на что я хотел показать дальше идентификатор экрана я так понимаю что возможно вы понимаете да что это допустим вот я захожу не знаю заходим в авито да вот видите здесь есть куча надписей вы зажимаете кнопочку нажимаем на кнопочку вот так вот делаем появляются вот такие вот глюки эти глюки находят грубо говоря вот видите зябликова написано а он сейчас должен прочитать и вот видите найти похожие картинки либо текст автомобиля видите он нашел в общем не знаю нужно это кому или нет но иногда это нужно когда они копируют какие-то слова очень на самом деле удобно дальше а что хотел показать дальше а дальше хотел показать тоже такую штуку смотрите в инструментах то есть это у меня лежит в инструментах не знаю как у вас есть такая штука называется зона mpen она у меня была изначально huawei и мы переходим в китайский вариант магазина где можно скачать все что поддерживает куча нажатий в общем все программы для ручки mpen тут конечно уже вы смотрите себе сами по выбору например детям еще что-то я у скачал две чтобы показать вам как это все дело работает вот я установил рисуем и дизайн рисуем это детская программа выглядит она очень очень на самом деле весело и самое что интересно это как вы поняли это русская русская программа выглядит это тоже очень здорово я думаю будет прикольно вашим допустим детям так что мне нужно наверное вот так вот вот видите я умница так ну возможно вашим детям это будет интересно а дальше а вот эта программа я так понимаю более такая типа профессиональная или что-то в этом роде ну возможно это будет интересно для художников да видите здесь уже и тоненькие линии и толстые и в общем работает куча всяких спецэффектов поэтому ну это уже блин конечно сами видите прикольная штука какая так а как все это дело стереть она еще стирает вот так ухо взорваю к сожалению почему-то здесь нельзя то есть вот эта часть она как бы не работает почему-то но но ведь как прикольно все можно продавать картину а ну в общем дело не в картине то есть мысли дело не в программе который я хочу вам показать просто вот именно здесь можно посмотреть степени нажатий всякие примочки интересные в общем предпрограмма на самом деле прикольная я не знаю понадобится она или вам а по поводу самой ручки то есть по сути больше каких-то вот именно оригинальных примочек в ней я не нашел и не нашел обзоров которые показывают какие есть то есть ну в принципе и так все очень хорошо вот допустим да мы нажимаем поиск mpn есть обзоры но во первых ни в одном обзоре я не видел как его подключают то есть реально я этого не видел так давайте посмотрим а quick photo так вот смотрите quick photo не работает может быть его родная программа так где она галерея каким-то образом реагирует так это альбомы это видео я думал знаете как у самсунга когда ты допустим подводишь до ручку видео автоматом включается или что там в этом роде нет тут вот можно только перейти в заметки ну заметки кстати прикольные но почему то здесь вот именно степени нажатия нет то есть рисуешь все время как обычной ручкой очень быстро очень здорово то есть никаких ну проблем с ней нет вообще то есть подключать ее больше не надо да допустим вы выключили телефон просто его включаете берете ручку одна точка и все вы уже можете писать можете что-то делать поэтому думаю у вас проблем не будет кстати у меня наклеено достаточно толстое стекло и ручка работает отлично поэтому смотрите сами выбирать конечно вам на самом деле штука очень удобная но единственный ее самый огромный венус это то что ее нельзя никуда засунуть если бы она каким-то образом влезала в аппарат это было бы просто офигительно но к сожалению в аппарат она не влазит хотя было бы здорово хочу еще сказать две вещи во первых тем кому не нравятся мои руки пускай идут нафиг потому что у меня идет ремонт и я ничего с этим поделать не могу и вторую вещь спасибо огромное человеку который предоставил мне данный стилус на обзор а его контакты я оставлю внизу у него есть как смартфоны Huawei Mate 20x также стилусы также куча 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 разных которые идут из Китая напрямую человек проверенный поэтому покупать можете не опасаясь можно у него заказать много чего интересного звоните ему говорите что вы с канала шестеренка и вас будут ждать как всегда сюрпризы либо скидки все зависит от товара который вы будете покупать а я с вами прощаюсь обязательно пишите в комментариях что вы думаете о данном стилусе с вами как всегда я Макс это канал шестеренка всем удачи всем пока удачи всем пока